Несколько слов вступления. Мы детское издательство, мы выпускаем только детские книги. Сейчас идет седьмой год, как мы вообще существуем. Это издательство основал я, соответственно, 7 лет назад. До этого у меня был опыт работы в большом издательском доме АСТ. Я был управляющий директор, но не занимался ни маркетингом, ни продажами, ни, собственно, сущностной частью, редакционной и так далее. То есть я вышел из него, но понимая, как устроены какие-то процессы, как мне казалось, я понимал, как устроены эти процессы. Я иногда вспоминаю, что это был такой момент, как у меня в моей жизни был такой… Я закончил медицинский институт по специальности педиатрия, и хорошо учился, и потом попал в клинику в качестве интерна и начал пытался лечить детей. И вот этот момент, когда ты вроде все знаешь, все выучил, пришел и понимаешь, что это абсолютно нерелевантно тому, что с тобой сейчас происходит, я ощутил, когда я перешел в статус предпринимателя, издателя, и стало понятно, что все, что я переживал в большой крупной компании, это совершенно не подходит к тому, что сейчас со мной происходит. Но, тем не менее, мы прошли какой-то этап стартапа, сейчас у нас, в общем, достаточно большая на книжном рынке компания. Мы растем, в этом году мы вырастем на 40%, до этого мы росли еще быстрее, у нас темпы роста замедляются, просто из-за того, что меняется база и наша возможность. Но мы все равно не прекращаем агрессивно завоевывать рынок. И теперь простые вещи. Вот в какой-то момент, тут в зале присутствует мой коллега, генеральный директор издательства Манн-Аванов Ферберг, Артем, на которого я, на это издательство я смотрю, это предмет моих наблюдений, изучений, иногда зависти, иногда самодовольства. Но в целом мы общаемся, мы дружим, и мы обмениваемся какой-то информацией постоянно. И вот как раз из его издательства я получил в подарок книжку красненькую, на которой было написано «Скрам», и со словами «Почитай, вам это будет интересно». Вот, я попытался почитать, ничего не понял, отдал читать нашим программистам. Они прочитали, сказали, мы все поняли, вообще круто, сейчас мы все изменим. Пришли мне, рассказали, мне стало еще больнее. Вот, и так мы прожили несколько итераций, мы даже дошли до каких-то досок. И вот, и в этот момент мы, я решил, что пора там чему-то учиться, мы пришли в «Скрам-трек», провели первый тренинг. И в этот момент у нас действительно начались изменения. Это не значит, что мы все применили, это не значит, что мы не прекратили учиться. Мы вот только что еще прошли один тренинг, и скорее всего будем еще проходить, поскольку есть вещи, которые идут вслед за нами, и которые мы меняем именно в технологии. Но что произошло у нас в компании? Дело в том, что книги выпускаются определенными, ну, то есть вот в книгах нет никаких дедлайнов, это не журнал, это не, то есть нет никакого срока определенного, ну, когда эту книгу надо выпустить. Ну, то есть желательно ее, ну, то есть есть понятие сезона, осень-зима больше продается, весна-лето чуть меньше, поэтому все стараются как-то, ну, более там, значимые вещи подгадать к зиме, или, ну, к осени, соответственно. Вот, есть какой-то цикл входа в рынок, то есть ты должен выпустить новинку, затем она с какой-то скоростью распространится по магазинам, затем с какой-то скоростью на нее отреагирует, потом ты там наложишь на это определенные маркетинговые рекламные мероприятия, люди об этом узнают, придут покупать, дальше там зацепятся, не зацепятся, она будет стоять в магазинах какое-то время, у разных каналов существует разный срок жизни внутри нашей, ну, этой книги. И дальше ее снимут с продаж и вернут тебе обратно, если что-то осталось, или попросят тебе допечатать, ну, следующий тираж, если эта книга пользуется популярностью, она стала бестселлером и так далее. Ну, вот, если вкратце это выглядит вот так. Соответственно, в какой-то момент, абсолютно случайно, это был 2015 год, мы готовились, ну, то есть я заранее подумал и в 2014 году сказал, там, в мае 2015 года будет юбилей Победы Великой Отечественной войны. Соответственно, будет много мероприятий, и, естественно, внутри этого понадобятся какие-то книги, которые будут связаны с юбилеем Великой Отечественной войны. Обратным счетом, что если там 9 мая юбилей, и мы понимаем, что 10 мая все, что относится к юбилею Великой Победы, превратится в тыкву, то надо, соответственно, попасть в магазин, и чтобы было время на то, чтобы покупатель понял и так далее. Обратным счетом, мы поняли, что в магазине эти книги должны быть в феврале, чтобы там был правильно соблюден временной цикл продаж. Мы подготовили небольшую линейку, которая была связана только с юбилеем Великой Отечественной войны, а в феврале все одновременно поставили на полку, и к 9 мая у нас не осталось ни одной книги. Более того, был даже сток-аут по некоторым позициям, но мы полностью реализовали весь тираж с полной маржой, мы не распродавали, и стало понятно, что мы попали абсолютно точно в аудиторию, в тему, в сроки, и, соответственно, получили самый лучший результат, когда там очень высокая, потому что на нашем рынке, извините, отступлю чуть-чуть назад, очень важна оборачиваемость. У нас очень длинные сроки оборачиваемости запасов, соответственно, мы либо их держим на складе, либо держим в магазине, и вокруг этого идет вся внутренняя экономическая дискуссия на книжном рынке, как изменить оборачиваемость книг. Мы требуем большого вливания, это, собственно, и есть порог входа на рынок, потому что книгу, в общем, выпустить легко, честно слово. Гораздо сложнее найти деньги, удержаться больше одной книги, потому что это требует постоянных инвестиций. Соответственно, вдруг мы увидели вот такой эффект. Следующий, 2015 год продолжался, и мы посмотрели, как можно выйти с новогодней коллекции 2015 года, и мы тоже подготовили, и в сентябре встали на полки с Новым годом. Точно такой же эффект, все распродали, без допечаток, потому что до этого мы попадали в ситуацию, когда мы вдруг кидались допечатывать в ноябре, и попадали в остатки, которые лежали еще год. Размышляли, и в конце 2016 года, используя, значит, в том числе технологии, в данном случае, канбана, мы пришли к тому, что… А чем я листаю? О, да, мы пришли к тому, что мы 2017 год стали внутри нашего издательства оперировать так называемыми коллекциями. Мы назвали это именно так и сравнили себя с фэшн-индустрией, посмотрели, как работает в фэшне сезонность. У нас есть весенняя коллекция большая, у нас есть большая коллекция летняя, это все, что касается… все, с чем может уйти ребенок в лето, и родители, соответственно. Есть коллекция back to school, и есть коллекция Новый год. Надо сказать, что, опять же, у нас в издательстве мы примерно 40% продаж делаем во втором полугодии, больше 40% продаж мы делаем в четвертом квартале, ну, то есть Новый год и все, что с этим связано и так далее. Поэтому, конечно, Новый год, если бы была моя воля, я бы вообще выпускал только новогодние книги, был бы очень богатым человеком, но, к сожалению, так невозможно. Значит, что мы… вот эти четыре большие коллекции, между ними мы тоже вставили небольшие коллекции, ну, там, если большую коллекцию мы определяем от 50 наименований до 100, то небольшие коллекции – это 10-20, ну, чтобы постоянно поддерживать объем новинок. Новинки являются, на наш взгляд, драйвером наших продаж на рынке. Мы… Смысл коллекции в том, что в единый момент времени мы запускаем эту коллекцию, мы выводим ее на рынок, мы ставим все это в сеть. Это единый день запуска, это единые маркетинговые усилия. Это тоже очень важно, поскольку продвигать, скажем так, нам довольно сложно было все время формировать так называемые топы, вокруг которого выстраивать маркетинговые движения, и мы… А вокруг коллекции, которая объединена одной идеей, ну, например, весенняя коллекция – это… Сейчас… Там… Господи, вылетело название. Ну, неважно там. Например, летом мы вышли с коллекцией «Главная книга малыша». Я покажу наши коллекции, которые сейчас у нас действуют. Это коллекция для детей от нуля до трех лет. Эта коллекция, соответственно, объединена этой идеей. Там есть разные форматы, художественные, нехудожественные, обучающие, развивающие и так далее, и тому подобное. Но в целом мы объяснили, соответственно, и продавцам, и нашим покупателям, в чем основная концепция, в чем основная идея. И эта так называемая маркетинговая коммуникация позволила нам очень легко занять полку в магазине, и нам ее легко уступили, поскольку помимо того, что есть общая идея, у нас есть еще определенные элементы оформления, которыми мы подчеркиваем, что это коллекционное издание. И да, мы говорим о том, что вы можете не выходить из этой коллекции, если вам нужно решить, если у вас есть инсайт, скажем так, образование и развитие вашего ребенка от нуля до трех лет. Это примерно, опять же, как нас Алексей вдруг сравнил с Зарой, что в Заре ты можешь одеться полностью от начала до конца, начиная от обуви, заканчивая шапкой. Можешь, конечно, что-то подобрать и сочетать с другими компаниями. И вот примерно такую же идею мы реализуем в этих коллекциях. Значит, дальше перед нами стояла задача, как сделать так, чтобы компания, которая привыкла к тому, что у нее есть определенный ритм работы, и люди, ну, там, редактор, творческий человек, и он мне говорит, я ей говорю, дорогая Аня, нам нужно сдать эту книгу к пятому числу. Она говорит, прекрасно, обязательно к пятому числу у вас будет эта книга. Дальше, как нас учат мастера скрам-процесса, у меня возникает дедлайн, у нее estimation. То есть она приходит к числу 20-го с разговором о том, что ей не сдали текст, иллюстрации, что корректор не доделал, и поэтому не 5-го числа, не этого месяца, а 27-го числа следующего месяца обязательно у нас все будет готово и так далее. И что вы так нервничаете, зато будет прекрасная книга. Какая разница? Ну и так далее. То есть надо было в один момент провести вот эти изменения, объяснить людям, что там, во-первых, нужно к определенному числу собрать большое количество книг наименований, к чему народ не привык. Во-вторых, действительно выдержать этот дедлайн. В-третьих, договориться дальше с производителями, то есть с типографиями, чтобы в этот момент они все были, чтобы мы смогли заранее, то есть обратным счетом, если мы понимаем, что 15-го числа эта коллекция находится на полках. Соответственно, когда это должно быть в типографиях, типографии тоже разного цикла, типографии находятся в России, в Китае, в Италии, в Польше и так далее, разный логистический цикл, разный цикл производства, все это надо свести воедино, соответственно, разные дедлайны для разных наименований, плюс к этому подключить, к этому маркетинг, который должен начать рекламную кампанию и кампанию по продвижению и оповестить наши каналы, запустить все это, подготовить все лендинги, рекламные материалы и так далее, и тому подобное. Соответственно, что такое для нас, вот тут вот такой слайд, который мы нарисовали, это что такое запуск коллекции, это для нас, это четкая постановка задачи, это, соответственно, мы использовали кросс-функциональные команды, то есть мы вовлекли все подразделения в единую систему управления этой коллекцией, то есть маркетинг знал, что делает редакция, редакция понимала, как будет действовать производство, как будет действовать логистика и так далее, и тому подобное. У всех была персональная ответственность, то есть у коллекции есть, ну так называемый оунер, ну как если пользоваться терминологией скрама или канбана, скрама скорее, то есть есть человек, который отвечает в целом за коллекцию, за то, чтобы ее собрать воедино. И мы в ежедневном режиме обновляли эти задачи, мы использовали несколько досок и, соответственно, было видно, как, где, что действует. У нас весь офис сейчас, ну все свободные площади заняты этими досками. Мы вначале пытались, ну может быть вам это поможет, не знаю, такой лайфхак, мы вначале пытались покупать эти доски, потом перестали их покупать и начали накатывать на, прямо на стену вот эту вот поверхность, на которой рисуем, потому что это не ограничивает нас в размерах наших художеств. Оп, не туда, не туда. Вот, да, вот это скриншот нашего сайта. Так выглядят те коллекции, которые сейчас у нас в обороте. Мы видим, это разминка для мозгов, это так называемый нонфикшн детский. Вот, почитай еще, это набор для самостоятельного или несамостоятельного чтения для детей. Вот, главная книга малыша, это наш хит, большая коллекция, которую мы сохранили. Да, надо сказать, сейчас я, да, Новый год, Москва 870, это вот коллекция, которая была приурочена к определенному ивенту. И коллекция наука, искусство и история. Это для чуть более старших детей, тоже нонфикшн. Важно сказать, как мы управляем этой коллекцией дальше. Вот возник этот день, мы запустили, дальше мы проходим определенные этапы. Через 60 дней мы проводим, мы получаем все селауты из всех каналов. Анализируем, как движется эта коллекция по реальным продажам, не просто по отгрузке. Отгрузки резко увеличились. То есть нам очень облегчило эту задачу, потому что мы со старта, ну дальше покажу там в относительных цифрах, стали грузить сильно больше. Мы проводим анализ, каковы у нас селауты. Дальше по результатам этого анализа принимаем решение, что происходит с книгами, которые находятся внутри коллекции. Те, которые показывают высокую скорость оборачивания. Мы ставим для себя менее 6 месяцев, то есть чтобы они не выходили за горизонт 6 месяцев. Они остаются в нашем ассортименте, приобретают статус лонгселлеров, мы начинаем их допечатывать и сохранять у нас в нашем прайс-листе. Те, которые не показывают эту оборачиванность, начинают уценяться. Дальше возникает несколько этапов уценки и в конечном итоге мы полностью ликвидируем и выводим этот ассортимент. Мы не поддерживаем этот ассортимент нигде, не на складе, нигде. И у наших, и вот эта очистка полки позволяет нам занять эту полку следующими позициями. Особенно это важно в тех каналах, где ограничен ассортимент этой самой полки. Например, детский мир, один из наших крупнейших продавцов, где у нас есть ограниченное количество СКЮ, которое мы можем выставить. Соответственно, как только мы показали им возможность управления вот такой полкой, у нас за этот год прирост в детском мире 57% в объеме продаж. То есть мы сейчас сейчас мы абсолютно спокойно стоим, занимаем там, ну, входим в тройку поставщиков детского мира наравне с гигантом АСТ и там с старожилом этого детского дошкольного рынка мозаика синтез. Это достаточно большое достижение, которое мы смогли сделать в этом году. Визуализация. Ну, наверное, вам этот слайд понятен. Это прям сфотографировано у нас в офисе. Это, по-моему, да, это редакционные доски. Вот. Как бы предыдущая версия, потому что сейчас мы пришли с очередного тренинга, обнаружили наши недостатки и полностью перерисовали, схлопнули кучу процессов, убрали те вещи, которые мы, ну, на наш взгляд, мы не контролируем. И, ну, вот, редакционным процессом занимаюсь лично я в том смысле, что там я рисую эту доску, очень этим горжусь. Но здесь предыдущая версия. Но, тем не менее, суть остается. Стикеры, которые означают каждое конкретное номинование. Дальше есть там подразделения, дизайн, верстка, редакция, редакционно-издательская подготовка. Вот. И на сегодняшний день то, что было раньше невозможно представить, вот сейчас наша редакция работает над коллекцией лета 2018 года. При этом она вот-вот его закончится. То есть для нашего российского рынка это вообще немыслимая длина планирования, потому что, как правило, мы раньше оперировали понятием, что мы выпустим в следующем месяце. Обычно обсуждали это недели за две до начала следующего месяца. Сейчас мы сильно удлинились, и это, ну, дальше это привело, сейчас я вам, ну, попробую, к огромным, к таким вещам, о которых мы даже не догадывались, как это можно использовать в нашем бизнесе с точки зрения, как долгосрочное планирование может изменить вообще там отношения на рынке. Например, сейчас мы ведем переговоры, я вам открою такую тайну, с нашими производителями, с типографиями, о том, ну, у нас в этом году возникло вдруг узкое горло, что у нас, вот мы там с Артемом как раз перед моим выступлением обсуждали, у нас вдруг там огромная типография, на которую мы сильно рассчитывали, вдруг взяла там не менее огромный заказ, очень, видимо, для них супервыгодный, и они подвинули всех. И все наши там сроки, договоренности, идеи и так далее, и как раз это произошло, естественно, они взяли учебный заказ, но это учебники под сентябрь, соответственно, все производство июля и августа под сезон, все грохнулось, все повисли, у всех была драма и так далее, и тому подобное, и мы решили, что если это узкое место, его надо расшивать, и мы пришли сейчас в эти типографии и договариваемся с ними о там жестком бизнес-планировании, о жестком, о наших обязательствах перед ними, по объему загрузки и, соответственно, их обязательств перед нами, по объему выполнения этой загрузки в плане и так далее. Окей. Так, я чуть-чуть ускорюсь. Продажи и маркетинг. Ну, я практически все рассказал, это просто иллюстрация, что у нас есть product owner, что ежедневно оценивается и результаты, скорость выполнения этих задач. А вот короткие результаты работы. Мы выпустим, наш объем выпуска вырос на 35% при сопоставимом штате, то есть наш штат очень незначительный, там на несколько человек вырос. Рост объема продаж 32%. Вот рост объема стартовых продаж, что очень важно для нас, это супер показатель, это прям вот то, за что мы боролись, это 18%. И, соответственно, мы интегрировали все подразделения в единую систему управления продуктом. Сейчас мы вам покажем, это то, что очень любит Алексей, мы вам покажем одно наше мероприятие, как вообще изменилось наше издательство. Это такой видеоклип о том, как мы проводили оффлайн мероприятие в этом году и как наша целевая аудитория реагирует на то, что мы вообще есть. Это финал движения коллекции, это полная тотальная распродажа. Мы это называем гараж сейл. Есть определенные правила, это может быть отдельным кейсом, как мы его устраиваем. В том числе это связано с работой нашего собственного интернет-магазина. Это даже часть нашей какой-то теории модной омниканальности, как мы объединяем оффлайн и онлайн нашу активность. Соответственно, мы два раза в год проводим большой гараж сейл. А вот гараж сейл, причем мы его проводили не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и в разных других городах. Вот сейчас мы вам покажем клип 16 сентября 2017 года, гараж сейл, большая распродажа, финализация нашей полугодовой работы метро Сокол. Все, можно показать. Это очередь. Три с половиной тысячи человек. Решили, что это митинг в поддержку Навального. Приехала милиция. Понятно, что мы добились своей цели, мы сильно увеличили, оборачиваясь нашего склада. Мы научились его разгружать. Мы раньше никак не знали, что делать с, в общем, качественными, хорошими книгами, которые мы не можем ни в одном канале не распродать в том объеме, в котором нам необходимо, не сдвинуть это с мертвой точки. И вот нам удалось создать вот такой механизм, который, ну, это часть этого механизма, который позволяет, но он бы не существовал отдельно, без того, что мы создаем вот эту коллекционность и вот это ощущение конечности того, что мы делаем. Если был бы звук, вы услышали, что она сказала, что я сейчас приду еще за одной сумкой. Все. А можно я возьму на себя смелость? У меня тут еще есть один ролик. Мне очень нравится вот все-таки парой показывать их. Секунду, я забыл, как запускать с нужного слайда. Никто не помнит. Shift F5, да? Это у меня маг головного мозга уже. Сейчас. Это тоже ролик. Как унести больше книг на Клевер Гараж Сейл. Складываем книги в сумку правильно. Сначала укладываем большие. В центр самые габаритные. Укладываем корешками вверх. Мини-форматы на десерт. Убедитесь, что ручки сумки сходятся, и вы сможете унести ее в одной руке. Это правило Гараж Сейла. Ты не можешь выйти с распродажи, если у тебя не помещается сумка в одной руке. Ты не можешь так делать и так далее. Ну, то есть, да. Ну, вот смотрите, коллеги, просто здесь в этой всей истории мне что очень сильно нравится, то что, ладно, мы можем устроить гаражную распродажу, продать задорого сумку, в которую вы можете нести три книжечки, в которые вы заплатите на 20% меньше за эти книги, чем в магазине. Но здесь именно сама экологичная ситуация, то есть выпустить инструкцию о том, как упаковать книг больше в пакет. Я когда это увидел, значит, на официальном на Facebook канале издательства, я просто выпал в осадок. Ну что? Да. Вот, собственно, то, что мы делаем и тот опыт, который так или иначе связан с agile технологиями. В первую очередь, если понимать agile как способность изменяться и подстраиваться под вызовы времени, я думаю, что в ближайшее время мы вас тоже точно чем-нибудь удивим в плане развития бизнеса. Во всем случае, идеи у нас есть и в ближайшее время будем их анонсировать. Я готов ответить на любые вопросы. Пожалуйста. Давайте, коллеги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько у нас времени? 25 минут. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, спасибо большое за выступление. Очень интересно. Вдохновляющие примеры такие. Драйвовые. Правда, вот прям заряд вдохновения, наверное, на всю неделю, наверное, может и подольше. Я такой вопрос хотел задать. Вы рассказали про процесс, про то, как, ну, коротко, как книга выходит в продажу, что там маркетинг с этим связан, в том числе не только издательство. Я хотел узнать про то, как организован у вас процесс, решение того, что надо выпускать. То есть как вы сами эти коллекции собираете. Это в рамках вот этого процесса издательского или это за рамками? Если за, то как? И если там agile, или вы думаете его там использовать, и как? Мы, это за рамками, естественно. То есть я сейчас рассказывал технологию производства в первую очередь, и там производственного, по сути дела, процесса. Весь так называемый development, он находится за периметром. Я, ну, это и есть, ну, понимание там рынка и осознание того, что делать, что не делать. Это, ну, наверное, это там самая основная компетенция и те самые изменения, которые только возможны. Значит, у нас есть, ну, есть какие-то стандартные вещи, к которым мы двигаемся. Значит, мы, я тогда должен немножко там отступить. Когда я начинал, мы совершенно случайно выиграли соревнования в плане запуска издательства. И, наверное, если бы я это, я ретроспективно понимаю, насколько это было правильно, но изначально, честно вам признаюсь, я это делал абсолютно интуитивно, неосознанно. Я приехал, я посетил две выставки, большие книжные выставки, это Франкфурт и Болония, где я просто ходил, назначал встречи, и ходил, и уговорил несколько издательств продать мне права, ну, в каком-то объеме. И с этого началось наше издательство. То есть мы быстро смогли, за счет того, что у нас были права на готовые книги, мы быстро смогли дать, ну, какой-то ассортимент. Потому что сам процесс производства книги от идеи до ее осуществления может занять и год, и полтора года. Ну, все зависит от того, как пишет автор, или как рисует иллюстратор, и дальше очень много всяких факторов. Соответственно, мы начали это все разгонять. Через какое-то время стало понятно, на нас сильно повлиял как раз вот этот вот 14-й год, когда стало понятно, что мы достаточно дорого делать там. Мы очень на первоначальном этапе сильно выигрывали, потому что у нас была китайская производство, чего почему-то боялись издатели в России. Они не шли в западный, ну, то есть боялись Китай. У нас было китайское производство. Китайское производство сильно выгоднее с точки зрения маржи, качества и всего остального. И вдруг это все остановилось, потому что доллар, ну, как вы помните, подорожал в два раза. Мы были вынуждены полностью менять свой ассортимент, подстраиваться под текущую производственную базу, изменять, соответственно, покупку прав. И мы были вот, ну, вот как согнулись, как эти пальмы, и начали производить свой собственный контент. Вначале мы, по сути дела, ну, назовем это так, пытались воспроизвести своими силами то, что мы бы хотели бы покупать, но не имели возможности. Или на Западе. Через какое-то время у нас образовался там достаточно большой контент, которым мы сейчас управляем. И под любую коллекцию мы в состоянии собрать, ну, то есть что мы делаем. То есть вначале возникает идея, вот теперь возвращаясь к этому, мы не оперируем сейчас понятием одной книги. Этим мы отличаемся, ну, например, там от мифа или от чего-то и так далее. От каких-то других издательств, где существуют текстовые большие книги. Мы не авторское издательство. На нас не влияет автор с точки зрения того, что нам надо каким-то образом выстраивать взаимоотношения. Да, у нас есть авторы, да, мы умеем с ними работать, но мы в принципе свободны от этого. Это тоже одна из идей, которая у меня возникла в самом начале. На меня, кстати, большое впечатление, опять же спасибо мифу, произвела книга «Стратегия голубого океана». И я действительно сидел и рисовал вот эту вот стратегическую канву, понимая, чем мы отличаемся. В этот момент я понял, что я не могу платить много денег авторам, поскольку это довольно дорогая история. Поэтому это была, ну, там, часть моей выигрышной стратегии, что я сразу сказал, что мы не платим больше, там, тысячи долларов за авторские права. Соответственно, нам нужны были либо какие-то такие ассортиментные лицензии, либо нам надо было это делать самостоятельно. И дальше, то есть, вот сейчас это возникает так. Мы формируем идею коллекции. Идея коллекции формируется с двух сторон. С одной стороны, приходит маркетинг, говорит, что он хочет, что от него хотят покупатели. Потому что у нас есть два, ну, форма обратной связи. Это там наш сайт, наши социальные сети. И мы понимаем, ну, там, что сейчас продается. Вот. Плюс еще мы, естественно, опрашиваем наши каналы, наших больших продавцов. Вот. С другой стороны, приходит редакция и говорит, что происходит на рынках вообще, в том числе на западном рынке, где какие тренды работают. Мы это пытаемся совместить, обсуждаем. Дальше мы полностью пишем бриф под эту коллекцию, описываем всю, ну, маркетинговую сущность, целевую аудиторию, ядро, оболочки. Ну, все вот как по учебнику. У инсайты, УТП, РТБ, все-все-все-все-все-все-все-все. И это задача вот этого человека, который отвечает за эту коллекцию. Он защищает это, если это окей. Мы это принимаем в работу. Дальше показываем, какой ассортимент, каким ассортиментом мы можем поддержать эту идею. Вот, собственно, все. Чтобы вы представляли, мы не садимся и говорим, давай придумаем, что мы сейчас будем выпускать, какую книгу мы будем запускать. Более того, к сожалению, опять же, для уважаемой публики мы не берем ничего самотеком. Ну, то есть у нас не бывает ситуации, что вдруг пришла Джан Роллинг, постучалась к нам в двери и сказала, не возьмете ли вы моего Гарри Поттера. Тогда можно я уточню чуть-чуть? То есть есть этот процесс, который идет, наверное, от рынка, от информации, от маркетинга, от ваших возможностей, и вы тогда формируете планы по новым коллекциям. А есть ли у вас процедура подтверждения гипотез, или вы сразу целиком коллекцию на следующий год в полном тираже, который вы запланировали? Здесь какая-то гибкость есть? Есть уже проверить, угадали вы или нет? Ну, так как мы не двигаемся, то есть мы же все равно существуем в каком-то канале. Я имею в виду, у нас же все равно есть наша аудитория, мы понимаем прекрасно, на что она лучше реагирует, на что хуже. И коллекции все равно формируются с точки зрения понимания целевой аудитории вообще издательства, клевер и конкретно целевой аудитории этой коллекции. Мы все время пытаемся найти инсайт, то есть потребность наших покупателей, потому что надо понимать, ну тоже есть такая фишка, на детском рынке вообще, а на нашем в частности, существуют разные покупатели, разные потребители. Покупатель – это родитель, потребитель – это ребенок. Соответственно, ты должен каким-то образом соблюсти баланс интересов между этими двумя субъектами этого рынка. Если ты, например, это очень хорошая стратегия, и в ней существует огромное количество издателей, которые в принципе не обращают внимания на потребителей. То есть их задача – коммуницировать с покупателем. Поэтому автор номер один в нашей стране кто? Корней Ивана Чуковский. Почему? Потому что покупателям абсолютно понятно, это правда, ну вот на протяжении уже там многих-многих лет, я не знаю сколько там, ну вот последние 10 лет точно он там не сходит с небосклона, я думаю, что и до этого еще там сколько-то лет. Почему? Потому что покупателю понятно, о чем идет речь. И, соответственно, издатель коммуницирует, ну то есть все его маркетинговые усилия направлены на покупателя. Мы немножко изменили для себя, мы приняли решение, что мы в том числе взаимодействуем с потребителями, мы пытаемся сделать так, чтобы ребенку было интересно, чтобы ребенок давал обратную связь с родителем, что он хочет этим заниматься, ему это нравится, и, соответственно, у покупателя возникало желание удовлетворять инсайт своего ребенка. Это точно так же, как, ну опять же, по-моему, это в Голубом океане описано, это простой кейс, кто покупает компьютеры, вот эти IT-менеджеры, и кто ими пользуется. Ну, соответственно, все мы. И, соответственно, можно общаться с ними, а можно влиять на потребителей. Ну и вот, и надо сказать, что все большие лицензионные бренды, типа Диснея, не знаю, там, Мотелла и так далее, бьют в потребителя. То есть мы точно, как все родители, я уверен, что здесь в зале большинство родителей, и все прекрасно представляют этот момент, когда ты приходишь в игрушечный магазин, смотришь на эту ужасную куклу, понимаешь, что она тебе не просто не нравится, там вызывает какие-то приступы, спазмы в желудке, но ребенок смотрит, там его аж трясет, он вцепился в ногу и говорит, что он не уйдет из этого магазина, без этого куклы, без этой куклы, хватит, и ушла, и ты покупаешь, и тебе не важно, ты не чувствительен к цене, ни к чему и так далее, ты не понимаешь, о чем это стоит, это должно стоить 2 тысячи, 3, 22, ну, 22 нет, вот уже, да, но в этом, но в коридоре 500 рублей или 3 тысячи, если твоего ребенка там колбасит под этой полкой, ты не решаешь. Вот это вот, ну, собственно, то, о чем я говорю, когда мы думаем о том, для кого и как мы делаем эти книги. Да, я отвлекаю, да. А вы просто не прямого работаете с ним? То есть показываете, ну, что вы, что вы видите, это не просто. Вы потому что, да, просто с детства пробовали? Нет, мы не пробовали. Ну, тоже этому есть объяснение. Я не думаю, что это, ну, что мы можем собрать, как бы, репрезентативную выборку, и мы приводим детей, мы проводим какие-то тесты, наши дети участвуют и в рекламной кампании, в кампании продвижения, но, тем не менее, мы там основываемся в большей степени не на полевых исследованиях, а на экспертных заключениях. Александр, большое спасибо за доклад. Антон, компания Traveline. У меня вопрос больше по инструментарию. У вас получается производство и выпуск всех этих коллекций и книг, это процесс получается линейный, есть определенные функциональные подразделения, там маркетинг, дизайн, издательство, и поэтому на это хорошо ложится канбан, и, ну, собственно, все понятно. Вопрос возникает, когда вы говорите о кросс-функциональных командах. А кросс-функциональные команды, это все-таки просто объединение людей с разными функциями, которые отвечают за каждый из этих кусочков, или сами люди в рамках этой команды тоже кросс-функциональны, то есть они могут помочь, если на каком-то из этапов возник затык, то люди из другой функции могут на этом этапе тоже помочь. Я понял, да, есть такая история. Смотрите, есть очень узкая такая специализация, суперважная, это верстка. Это так называемые верстальщики, это очень техническая, поэтому у нас в верстке только мужчины, и почему-то, ну, это очень компьютерная какая-то история, я даже не понимаю, как они это делают. Вот, они такие молчаливые, суровые парни, которые там, очень закрытый клуб. Вот, и они все это делают. И процесс верстки существует в нескольких местах по ходу движения книги. То есть вначале там собирают большой оригинал макет, после этого, ну, ничего, что я погружаюсь в детали, после этого этот оригинал макет отдают на корректуру, после того, как ее прошла корректура, его обратно возвращает верстальщик, он вносит правку. Опять смотрят и так далее, до тех пор, пока все твердо, мы знаем, что здесь нет ошибок, здесь все там, заяц называется зайцем, сова напишется с двумя N, и так далее, и тому подобное. Все, поехали. Здесь возникает затык. Ну вот, мы не можем вытянуть, ну, то есть мы не можем сдать в типографию, поскольку верстка держит процесс сдачи в типографии. Любой дизайнер, ну, тот, который работает у нас, умеет верстать. Мы не используем его для верстки, поскольку у него другая задача, он делает оригинал макет, он делает обложку, он делает дизайн книги и так далее, и тому подобное. Поэтому в этот момент мы останавливаем дизайнеров, если у нас мы понимаем, что нам надо вытянуть процесс сдачи в типографию, и они переходят верстать. Вот это кросс-функциональность. То же самое есть такие же примеры в маркетинге, когда у нас маркетинг, например, там, я не знаю, вот сидит Аня из нашего пиара, она спокойно может писать тексты для там соцсетей, под выпуски и так далее, и тому подобное. Ну, то есть кросс-функциональность, она не глобальная, а вот локальная внутри каких-то компетенций и подразделений. Понятно, спасибо. Добрый день. Спасибо, Александр, за доклад. Действительно очень вдохновляющий. Вопрос связан с ассортиментом. Есть ли у вас в ассортименте аудиокниги? И как вы работаете? Вот с agile процессом выстраивали ли его там? Или в ассортименте этих книг нет? Нет, у нас нет аудиокниг в ассортименте. Мы не работаем. А может быть, планируете? Пока нет. Мы не думали об этом. Спасибо. Ну, точнее, думали и пока не планируем. Вот такая трансформация, она как отразилась на орг структуре компании? Ну, вы перешли на командную работу. В орг структуре это как-то повлияло? Да нет, у нас вот большие такие блоки. Это, ну, редакция, маркетинг-продажи и, господи, ну и, соответственно, логистическая. Нет, мы не меняли орг структуру. Мы довольно, мы довольно, мы довольно не, мы очень не забюрократизированы внутри. Я несколько раз пытался там на листочке чертить какую-то орг структуру, она всегда у меня достаточно плоская и там нет. Включая весь склад и всю логистику, у нас 100 человек. В офисе нас 60. Ну, понятно, конечно, да, да, да. Безусловно. Ну, естественно, нам бы пришлось это все чертить и так далее. Если можно, какие для коллекции используются метрики? Ну, вот, выпускаете коллекцию, какие метрики используются для контроля успешности? Я не знаю, чего. Первая отгрузка. Спасибо. Да, первая отгрузка, объем, ну, то есть, показатели селаутов и, соответственно, количество успешных наименований, потому что в коллекцию входят и новинки, и старинки, мы, да, ну, то есть, и как, ну, то есть, что является драйвером этой коллекции. Ну, новые книги, которые мы специально сделали для этой коллекции или какое-то переиздание из старых запасов. Ну, то есть, это тоже очень важный для нас момент. Да? Здравствуйте, еще вопрос. Вот в начале выступления Вы сказали, что Вы меняли привычки людей. Привели пример, там, вопрос отношения к срокам. Но вряд ли, наверное, сроки, точнее, как строгость в сроках претерпела изменения. Вы, наверное, и раньше спрашивали, да? Вот орг структура у Вас не менялась. Какая главная привычка, которая в людях поменялась? Ну, это то, чем, вот, это полностью, там, моя обязанность, это, там, заниматься людьми. Я, в принципе, больше ничего не делаю и, ну, боюсь сказать, что даже не умею. Вот. Я все время хожу и с кем-то разговариваю. И самое важное, то, что я для себя определил, это вот чувство общего ответственности. Ну, у человека, который внутри, он должен понимать, что он отвечает за все, что здесь происходит, от начала до конца. И это не пустые слова, и при этом есть какие-то тонны, ну, такие очень простые вещи, на которых все это тренируется. Ну, например, был момент, я там, когда у нас было грязно на кухне. И каждый, кто приходил, я говорю, вот, грязно на кухне. Все говорили, давайте наймем уборщицу, давайте заставим уборщицу убирать лучшее, давайте еще что-то делать и так далее. Мне удалось создать определенные правила, при которых люди убирают за собой сами. И если они видят что-то, что является там, не соответствует там качеству уборки этой столовой, они берут и убирают, вне зависимости от того, они это поели, не они это поели, кто оставил и так далее. Мне для этого приходилось останавливать работу всей компании. Вот если я заходил на кухню, увидел вот этот одинокий кусочек сыра на тарелке, где раньше находилось огромное количество этого сыра, то я останавливал всю работу, мы все приходили в столовую, мы все остановились над этим кусочком сыра и там осознавали, что сейчас произошло. Это правда. И так было несколько раз там, но на самом деле потребовалось не очень немного времени. Но вот такими вещами, ну то же самое происходит у нас, например, с приходом на работу. Мне очень долго пытались объяснить, что мы такой творческий коллектив, поэтому мы можем ходить на работу в 10, можем в 15 минут 11, можем в полдвенадцатого прийти. Главное, что мы же делаем все. И я сказал, нет, мы будем приходить в 10. И меня не интересует рассказ о том, что мы здесь задерживаемся. Это не имеет отношения к тому, что ты вовремя пришел. Факт прихода вовремя на работу является демонстрацией твоей ответственности за твое дело. Что ты знаешь, что в этот момент все собрались в офисе, все ждут тебя, тебя нет. Ну понятно, что бывают какие-то обстоятельства непреодолимой силы, но если тебе важно работать и важно быть в офисе, ты придешь вовремя. И это определенный символ того, что происходит. Очень много каких-то бытовых, сейчас вот вспомнил. В 10 утра все приходили, ну там вначале мы добились, все приходили в 10 утра, очень спешили, потные, с зубной щеткой во рту. И ура, мы успели, и все собирались на кухне. В 10 утра у нас кухня просто аншлаг. Все пьют чай, разговаривают из дома бутерброды. Мама передала пирожки и так далее. Ну и где-то там без 15-11 все наконец приступали к какому-то там процессу. Значит у нас кухня закрыта с 10 до 10.45. Если кому-то нужен кофе, вода и так далее и тому подобное, пожалуйста приходите на 2 минуты, на 3 минуты, на 5 минут раньше, бери свой кофе, садись на свое рабочее место, пей кофе. В 10.45 мы открываем кухню, никого нет. Ну в смысле, это уже абсолютно рутинный процесс. Так вот, в какой-то момент я обнаружил, это вот то, что уже происходило помимо моей воли, что один из ребят понял, это было этим летом, что народ не успевает набрать себе воду для того, чтобы пить. Он приходил на 5 или 10 минут раньше, набирал все свободные стаканы с водой, выставлял их на столе и люди, приходя там за минуту, за 2 до 10 года, а в 10 там стоит секундомером человек и ровно в 9, 59, 59 закрывает дверь. И люди могли забежать и схватить этот уже налитый стакан воды, не тратить время на то, чтобы его набрать и так далее. Это вот то, как люди относятся к друг другу, к себе, как они пытаются помогать. И это тоже все влияет на вот этот глобальный процесс изменений. Вот. Александр? Да. Спасибо. 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 Спасибо.